В конце февраля в Салихарде проходил третий арктический образовательный форум. В его рамках работала открытая фурсайт-лаборатория. Ее участниками стали студенты и старшеклассники из Салихарда, Лавутнанги и Приуральского района. Ребятам предложили заглянуть в будущее и попробовать угадать, какие профессии будут востребованы в регионах арктической зоны через 20 лет. Впрочем, свои гипотезы молодые люди строили не на догадках, а на практическом изучении вопроса. Этому предшествовала большая работа. Сегодня участники арктического форума представили свои проекты с верстником, а после получили заслуженные благодарности. Церемония награждения победителей сборной и муниципальной команды фурсайт-лаборатории прошла в первой школе. Там работала и наша съемочная группа, сюжет Максима Швеца. По итогам нескольких дней арктического образовательного форума представители города Лавутнанги в тандеме со студентами Ямальского многопрофильного колледжа заняли первое место. Презентовал проект, способствующий развитию нашего региона через 20 лет. В родном городе и в родных стенах ребята чувствуют себя сегодня спокойно и уверенно, ведь за время подготовки к форуму они уже успели стать настоящей командой. В первый раз, когда мы встретились, все были как-то настроены еще, наверное, немножко отчужденно. Все-таки незнакомые лица, незнакомый проект. Но по мере работы именно в фурсайт-лаборатории, ты уже просто сближаешься с человеком. У вас ты ищешь единомышленников. Общайтесь, обменивайтесь идеями, какими-то, возможно, личными достижениями, победами, результатами. Вот и сегодня вновь участники фурсайт-лаборатории рассказали присутствующим, какие профессии, по их мнению, станут востребованы в Арктическом регионе через два десятка лет. За вами будущее на сегодняшний день. И мы видим, что это будущее, в общем-то, достаточно в крепких умах, в надежных руках. И, наверное, нам нужно быть спокойными. Но эта встреча была ориентирована больше на родителей, которые по праву могут гордиться своими детьми. Начальник управления образования Людмила Муратова поблагодарила их за достойное воспитание и вручила им благодарственные письма. Я вручаю благодарственное письмо уважаемому Галине Владимировне и Владимиру Сергеевичу, родителям Выделяева Роману. Поздравляю вас за замечательные детьми. Мы хотели показать родителям, какие у них замечательные дети, какие они замечательные именно в деле. Вот, может быть, родители не смогли это в целом масштабно увидеть, какими-то отрывками или по рассказам детей. А вот такие, какие они особенные, надо было посмотреть, и чтобы мы тоже все порадовались. В рамках встречи школьникам предложили создавать проекты, не только рассчитанные на 30-е и 40-е годы, но и на несколько ближайших лет. Тем более, если речь идет о благоустройстве родного города. Они знают, как организовать мыслительную деятельность. Вот это самое главное. Ведь просто сидеть наедине с собой и думать, что бы я такого сделала хорошего, очень сложно. Теперь, уже потренировавшись здесь уже 4 недели, они знают, как правильно подойти к данной проблеме. Вот сейчас они уже зарядились, мозг работает, а когда они будут сидеть командами, все креативные идеи могут вылиться в один хороший проект. Поэтому, я думаю, результаты не задержатся. Старшеклассники поддержали предложенную идею и пообещали приступить к обсуждению вопросов благоустройства города уже во время весенних каникул. Максим Швец, Кирилл Сементьев, программа «Время местное». Продолжение следует... Продолжение следует...